Правозащитник и экс-кандидат в президенты Азербайджана Видади Искендерли вместе с семьей уже год находится в Грузии. Возвращаться на родину, где он несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности, небезопасно. Пару месяцев назад ярый критик азербайджанского режима получил в Грузии статус беженца. Такого больше нет ни у кого из азербайджанцев, бежавших в Грузию от политических преследований. Тем не менее статус не сделал его более защищенным. Искендерли рассказывает, в Тбилиси на него и его семью было совершено несколько нападений. Виновных так и не нашли. Мы думали, что здесь символ демократии. Мы на Кавказе и в бывшем Советском Союзе эта республика была символом для всех. Но вот этот случай все дает нам о том, что может быть мы действительно ошиблись. Недавно из Баку в гости к Видади приехал его брат Октай, глава НПО «Защита прав человека без границ». Вернуться обратно так и не смог. Родственники сообщили, что в Азербайджане ему грозит арест. И его будущее в Грузии тоже под вопросом, без статуса беженца или вида на жительство находиться в стране долгое время он не сможет. Несмотря на трудности, азербайджанцы, которые на родине подвергаются преследованиям, продолжают приезжать в Грузию, рассказывает член партии Мусават Дажгин Агарварлы. Правда, после случая с похищением Афгана Мухтарлы, эти люди стараются быстрее уехать отсюда подальше, в третьи страны. Сейчас есть опасения на то, что все-таки в данный момент Тбилиси для нас небезопасны. Нас здесь официально сказали, что вы нежелаемые. Не все, конечно, но те активные, которые еще раз продолжают свои действия, журналист пишет, политактивист говорит, пишет, вступает. Тимур Керимов, бывший журналист азербайджанского частного 13 канала, бежал в Тбилиси меньше месяца назад. Телеканал закрыт властями, директор компании арестован. Керимов утверждает, дело сфабриковано. Узнав о том, что его внесли в список подозреваемых, журналист вместе с семьей незамедлительно покинул Азербайджан. Я приехал в Грузию, потому что здесь больше свободы. И все-таки я верю и надеюсь, что смогу здесь спастись от преследования. С другой стороны, мне больше некуда было ехать. Я знаю историю с Афганом Мухтарлы, но выбора у меня не было. Сколько всего беженцев из Азербайджана находится сегодня в Грузии, неизвестно. Статистики не существует. Впрочем, как утверждают азербайджанские активисты, в Грузию в поисках убежища почти еженедельно прибывают те или иные журналисты и правозащитники. Большинство из них предпочитают вести абсолютно закрытый образ жизни и не появляться лишний раз на улице. Звятым Чидлишвили Давид Симонишвили специально для Настоящее время недели в Твилиси, Грузия.